Борьба в партере. Когда вы стоите на ногах, вы видите ситуацию, контролируете. Можете нанести удар ногой, коленом или просто отвернуться, повернуться. Это естественно. Даже если я не подготовлен, даже если я ничего не знаю, у меня есть какой-то шанс хотя бы убежать. А очень часто бывают ситуации, когда вы оказываетесь в нестандартной ситуации. Один из нестандартных ситуаций это когда вы оказались на полу. Вот представьте себе такую ситуацию, вы упали или вас уронили. Сверху вот такой здоровый человек сел вот так и начинает со всей дурью вас бить. Если вы никогда не сталкивались с такой ситуацией, если вы это не отрабатывали, выжить в этой ситуации очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, вот это вот бой на земле или борьба в партере, это очень важный и основной аспект. Который нужно хотя бы просто знать какие-то основные моменты и знать как защищаться, как уходить и так далее. Хотя бы иметь представление. Ну, естественно, бой в партере на земле нужно отрабатывать с партнером. Одному как ни крути не получится. Ну, в принципе, можно как-то придумать макет какой-то, бить и так далее. Но, тем не менее, все-таки отработка должна быть с партнером. Итак, давайте начнем. Начнем мы с позиции. Вот, допустим, как бы вы ни боролись, какая бы ситуация ни была, в первую очередь, когда вы начинаете, когда вы оказались в такой нестандартной ситуации на земле, вы должны принять определенную позицию. Давайте рассмотрим, какие атакующие позиции у нас есть. Самая удобная позиция для атаки, для завершения каких-то действий, это вот позиция сверху, как я сел. То есть я сажусь на коленках выше, намного выше, чтобы моему противнику тяжелее было дышать. Руки начинают, ну, как бы защищаться, естественно, да. Я его прижимаю к себе, вот. И, если, допустим, он меня толкает, выталкивает, я упираюсь руками в вот таком положении, создаю такое определенное устойчивое положение. Я ногами прижимаю спортивную, и вот отсюда я могу его наложить удар и бить. Там сверху бить, там так могу бить, вот этой части, да. То есть, ну, поле деятельности сумасшедшее. Очень много, я могу все что угодно с ним делать. Вот, если он начинает руками меня упирать, допустим, да, вот так, я могу там взять руку, свернуть сюда, или сделать болевой сюда, вытянуть, сломать, там, или просто сюда вытянуть, сломать. То есть, куча-куча моментов. Могу просто его взять и задушить вот так вот тупо. Могу просто ему забить, там, и так далее, да. То есть, очень, очень такая непростая ситуация для моего противника. Второй момент, допустим, он мне начинает выводить сюда, или мне надоело, да, вот как-то вот его мучить. Я перехожу в другую позицию, то есть, я беру вот так за голову и сюда перехожу. Вот так, вот таком положении. Здесь обнимай меня, он может меня обнимать, там, и так далее, да, вот что-то я его сильно не задушил. Я могу отсюда наносить удары. Если, допустим, мне повезло, я в руку вытянул, могу вот эту руку вот таким образом заломать. Вот, ну, вот такая позиция есть. Следующая позиция, я поворачиваюсь сюда. Получается, вот так, вот так он лежит. То есть, я могу отсюда наносить удары локтем, коленом в голову, коленом в туловище, локтем в туловище. Выполнять различные болевые приемы на руку, души и так далее. Есть позиция вот таким образом. Вот тут тоже я могу наносить удары коленями, бить руками и так далее. И то же самое по кругу сюда. Раз, два, и отсюда вот три. Вот такие атакующие позиции. То есть, если, допустим, еще раз повторяю, если вы оказались в этой ситуации сверху, допустим, да, вы, используя эти позиции, должны четко выполнять определенные вещи. То есть, допустим, я сижу здесь, я начинаю работать так, перешел сюда, сюда, принял такую позицию. Он ничего не сделал, и очень тяжело будет меня куда-то вывезти, да. Я весь там вот так вот давлю, руки сюда выставил, и начинаю работать. Раз, 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 там даже локтем. Допустим, сюда перешел, обратно сюда перешел, все, начинаю работать. Опять сюда перешел, развернулся, кругу поставил, чтобы не забрал сверху, и дальше работает. То есть, вот такие вот, ну, такая круговая система получается. Раз, сюда, в сторону, сверху, опять сверху, в бок, влево, вправо и так далее. Значит, что же мне нужно для того, чтобы я эти позиции хорошо освоил, чтобы я понимал. Значит, когда вы отрабатываете с партнером, начните с этой позиции. То есть, я сижу, начинаю выполнять какую-то работу, там, удары наносить. Самый простой вариант, это бить, наносить удары. Наносим удары, удары, взяли голову, перешли сюда, раз, подержали, здесь какую-то работу выполнили. Развернулись сюда, два, опять, здесь поработали. Теперь, если я буду просто ногу вот так поднимать, да он мне схватит ногу вот так, коленка. И все, и я позицию поменяю. Мне очень сложно будет вытащить там и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, я коленка давлю на живот, вытягиваю. Показал какое-то действие, и вот таким образом, раз, перехожу, опять эту же позицию. И с этой позиции начинаю работать. Вот такое упражнение замечательное. Теперь давайте рассмотрим, как из этой позиции выходить. То есть, вот здесь так. Представьте себе, что такая ситуация. Вот, сели на бах и начинают. Вот, наносите удары. Ошибка такая. Человек вот так вот руки взял, и как бы пытается защититься, и все, как бы ушел в глухую защиту. Я его начинаю бить. Рано или поздно я его пробью. То есть, я показал, показал, руку выдвинул. Данк один раз. Хорошо попал, он немножко потерялся, и я его забил. Поэтому, просто вот так глухую защиту уходить, это не есть выход. Давайте посмотрим основные, ну скажем так, виды защиты. Первый принцип. Не дать своему противнику, допустим, мне, чтобы было расстояние определенное. То есть, ну, чтобы я мог там заряжаться вот так вот, да. Для этого мы берем, он должен взять меня за голову каким-то образом, и прижать к себе максимально близко. И вытянуться вверх немножко. Вытянуться вверх, да. Тогда у нас равные условия. Видите, я могу его так бить, и он может так же бить, да. Не, вот отсюда вот так чуть-чуть отодвинул, да, вот это короткие-короткие удары. Эти удары, они не существенны, но тем не менее, они немножко дисбалансируют, и мне некомфортно. Вот, да, я сверху нахожусь там, и так далее, но тем не менее, есть определенный, держи крепко, есть определенный шанс, что я амплитудно не буду бить. То есть, у меня не будет такого расстояния. Допустим, я могу отсюда вот, а он выйдет, да, он может рукой защититься, он может вязать мне там, и так далее. Вот первый принцип. Второй принцип. Видите, да, я рукой, он пытается вот мне назад, туда-сюда вышвырнуть, а я рукой упираюсь. Вот, чтобы этого не было. Если он будет просто вот так тупо упираться в меня, выгибнуть, он много сил потратит. Для того, чтобы меня хорошенько перевернуть, нужно, чтобы мои вот эти рычаги, скажем так, да, вот эти руки, как-то куда-то ушли. Для этого мы немножко вяжем. То есть, он берет локтем, да, потихоньку начинает вязать, да, руку. Видите, да, я уже не могу выйти. Он взял потихоньку, и через нос выходит сюда. Вот так, раз, и все, и сел. И получается, вот таким образом можно уйти из этой ситуации. Давайте еще раз посмотрим. Я сел, думаю, вот все, я приехал, я сейчас начну. Он берет руку, вытянул, да, вот прижал максимально. Я начинаю, он очень легко так. Я руку вытянул через нос и ушел. И все. Я потерял позицию выгодную. Вот один из таких эффективных методов, как выйти из этой такой вот сложной ситуации. Вот предлагаю вот таким образом с партнером спокойно на пол силы, да, отрабатывать. Когда вы несколько раз это будете выполнять, это движение, то у вас появится определенная видимость, там, как это все делать. У вас какие-то свои нюансы появятся, и вы почувствуете. Хотя бы, ну, смысл в том, что в какой-то ситуации серьезной, да, у вас будет хоть какой-то шанс не растеряться и выполнить какое-то движение. Какие-то действия грамотные, чтобы вы не попали в такую сложную ситуацию. Спасибо.